Обратите внимание, прогнозы погоды, которые мы выпускаем здесь в управление, они называются краткосрочными прогнозами погоды, хотя мы можем давать не только на первые третий сроки, но и на большие сроки. И давали в рамках медиабосвечения 50 до 7 дней. Так вот, вот эти прогнозы погоды имеют высокую оправданность, очень высокую. На уровне 97-98% это прогнозы на первые сутки. На уровне 90-94%, а на вторые и третьи сутки. Штурмовые предупреждения в последнем, в 2016 году, оправдаются на 93%. Это очень высокие показатели, и я думаю, что те зрители, которые ДТРК Татарстан, ТНВ, телевидение, которые получают эти прогнозы от управления, они вполне ими удовлетворены, и вряд ли, наверное, полезут в гесметию смотреть эти прогнозы. Что такое гесметия? Это сайт, который визуализирует расчеты. Причем меняются эти расчеты 4 раза в сутки. Завтра, значит, следующий расчет, все меняется. Почему-то никто не задумывается о том, вот какое качество этих прогнозов. Мы не можем позволить себе такого разгадания, вот эти прогнозы 4 раза в сутки. Теперь, что хочу еще сказать. Посмотрите, значит, на обилие вот этих вот, значит, схем, на обилие вот этих интернет-сайтов погодных, да, чего там только нет, каких только прогнозов нет. Вплоть до того, что есть прогнозы на 30 дней. Как вы думаете, как они оправдываются? Ни один уважающий себя синоптик, значит, не будет с хорошей уверенностью давать прогнозы более чем на 3 суток. Дальше после 3 суток, ну, устойчивый процесс, это побольше можно. Дальше 3 суток идут прогнозы предварительные, ориентировочные, потому что погода, погода формируется в неустойчивой среде, в атмосфере. Погода меняется очень быстро. При неустойчивых процессах, которые мы с вами наблюдаем в марте этого года, например, да, циклон за циклоном, да, то вынос тепла, то похолодание. Невозможно дать прогнозы на длительные сроки и ориентироваться на то, что дает нам с вами сайта. Тем более, значит, вот о том, что это вот как бы доступная информация. Раз, заглянул, посмотрел, красиво, все симпатично на этом сайте, да, посмотрите, обратите внимание на наш сайт, он тоже сейчас симпатичный. Мы к универсиаде вместе, совместно с Росгигаметом, значит, разработали новый сайт tatarmeteo.ru, он под тем же номинованием идет, в тот же адрес у этого сайта. И он гораздо более симпатичный, чем то, что у нас было врачи. Дальше. Что нам позволяет давать вот такого качества, да, еще больше качества. На сайте, в Татар-мете, на сайте на нашем, значит, tatarinform, значит, используют информацию нашу. На майл новости информация наша. Значит, и прогнозы погоды нашей, и штурмовые предупреждения об опасных явлениях нашей, и предупреждения об ухудшениях погоды нашей. Теперь, значит, даже несмотря, что некоторые СМИ мы не обслуживаем вот такого вот в режиме-прежиме, если мы ожидаем, значит, ухудшения погодных условий, если мы ожидаем какие-либо опасные явления, всегда программам властей мы передаем свои предупреждения. Население республики получает, значит, объективную информацию о том, что нас ожидает с вами впереди. Что нам позволяет вот на сегодняшний день давать такие прогнозы? Сергей Ильич говорил о технологиях, значит, в первую очередь это топливовский локадр, который мы установили год назад. Он проходил некое время адаптацию. Сейчас мы полностью уже освоили эту технику. Техника позволяет давать очень высокого качества краткосрочные прогнозы погоды, сверх краткосрочные, так называемые. За несколько часов мы можем отрасли экономики, предприятия, организации населения обеспечить предупреждение на ухудшение погодных условий.